Возможно, один из самых главных вопросов человеческой истории связан с тем, откуда все-таки первый человек, кем бы он ни был, первый кроманьонец, давайте так говорить, который был, в общем, голубь животным, получал знания о мире. — Тут есть очень много загадочных историй. Например, вот Теренц Макена, который предполагал, что в действительности мозг развивали галлюциногенные напитки и грибы, которые поедали наши первопредки, в действительности уперся в тот же самый вопрос, потому что совершенно невозможно дать ответ или решить одну главную проблему. Для того, чтобы, представляете, тропический лес, в нём надо найти галлюциногенную лиану или галлюциногенный гриб, который мелкая плесень. То есть, как это происходит с нашими, очень часто этими, особенно происходило в 70-х годах с нашими доморощенными искателями галлюциногенных грибов, половина отравилась, потому что ни готовить неумело, ни, естественно, отличать их. Опыт некоторый нужен, даже по справочнику-то найти этот гриб. А если этого справочника не было, ну, представляете себе, племя в поисках почему-то какой-то плесени, каких-то мелких грибов. Ну, лично я в поисках дальнейшего ответа, вместо того, чтобы ответы на эти вопросы на самом деле существуют, разные, ну, существуют. Но так как мы всё-таки с вами обсуждаем священные описания, то стоит послушать, что ж было дальше. Помните, что было дальше, да? Ну, дальше было, в общем, самое, что ни на есть, трудно ожидаемое. Ева понесла, помните, да? Как бы, Адам познал Еву, жену свою, и она зачала, и родила, помните, кого родила она? Каина. И сказала, приобрела я человека от Господа, и ещё родила брата его Авеля. И был Авель пастырь-овец, а Каин был земледелец. Спустя несколько времени Каин принёс от плодов земли дар Господу, и Авель также принёс от первородных стада своего и от тука их. И призрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не призрел. Каин сильно огорчился, и поникло лицо его. И сказал Господь Бог Каину, почему ты огорчился, и от чего поникло лице твое? Если делаешь доброе, то не поднимешь ли лица, а если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. Он влечёт тебя к себе, но ты господствуй над ним. И сказал в ответ, представляете, Каин Авелю, брату своему, пойдём в поле. И когда они были в поле, восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его. И сказал Господь Бог Каину, где Авель, брат твой? Он сказал, не знаю я, разве я сторож брату моему? И сказал Господь, что ты сделал? Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли. И ныне проклят ты от земли, которая отверзла в уста свои принять кровь брата твоего от руки твоей. Теперь внимательно вслушайтесь в этот процесс. И ныне проклят ты от земли, которая отверзла в уста свои принять кровь брата твоего от руки твоей. Когда ты будешь возделывать землю, она не станет более давать силы своей для тебя. Ты будешь изгнанником и скитальцем на земле. И сказал Каин Господу, наказание мое больше, нежели снести можно. Вот, ты теперь сгоняешь меня с лица земли, и от лица твоего я скроюсь, и буду изгнанником и скитальцем на земле. И всякий, кто встретится со мной, убьет меня. И сказал ему Господь Бог, зато всякому, кто убьет Каина, отмстится всемерно. И сделал Господь Бог Каину знамение, чтобы никто, встретившись с ним, не убил его. И пошел Каин от лица Господня, и поселился в земле Нот, на восток от Едема. И познал Каин жену свою, и она зачала и родила Еноха. И построил он город, и назвал город по имени сына своего Еноха. А мифологи, конечно же, давно тоже интересуются книгой бытия и историей Каина и Авеля. Авель, он кто? Пастух. Мы с вами с Христом, как с пастырем, и с изображением Христа с овном в руках будем встречаться, особенно в католицизме. Правда? Пастухи почему? С чем это связано? Вот это понятие пастыря горнего. Ну, потому что пастухи преимущественно живут вверху. На высокогорных пастбищах выпасали и тогда, и сейчас справедливости ради овец. Пастухи вообще был связан с горой, а стало быть, с чем? С каким началом? С небом. Он был ближе к небу. Всегда, во всех мифах. А Каин? Землепаш. Стало быть, он олицетворяет какое начало, если рассматривать эту историю не как историю конкретных приключений двух людей. Да, то есть, вот, если мы уйдем от того самого буквализма, о котором мы неоднократно говорили в этих лекциях, я уж не стану к этому возвращаться, то выяснится, что речь идет о древнем, как сам мир, мифе о двух близнецах. В каких близнецах, Наташа? Реальности и нереальности. Откуда эта фраза моя про близнецов берется? Ну вот, я там какую-то краткую, достаточно, да, обозрение вам приведу, чтобы не очень туда погружаться. В египетской мифологии сет, тьма, изображается воюющим со своим братом Гором, светом. В более поздний период этот миф был перенесен на Тифона, или в греческой мифологии чудище, в самом широком смысле этого слова, и Осириса. Да, борьба Тифона и Осириса. Когда я имею в виду миф о двух братьях-близнецах, я имею в виду предание о том, что Ахриман, злой дух зероастризма, и Армуз, бог света и древнеиранское верховное божество, снова были братьями-близнецами. Ну, я принадлежу к числу тех людей, которые убеждены, что на самом деле и историю про Люцифера, да, и Михаила, который потом стал во главе ангельского воинства, тоже можно рассматривать точно так же. Так как оба они старшее порождение бога-отца, то они представляют из себя вот это разделение на свет и тьму. Михаил остается в свете, А Люцифер падает на землю. Какая землепашец! Он протаряет в ее тверде глубокую борозду. Разве нет? Индусы говорят о браке между Диаусом, сияющим небом или эфиром, и Ништигре землей. Легенда полинезийцев гласит, что до нынешних времен огромное небо остается отделенным от своей супруги земли. Только здесь земля женского рода. Но их обоюдная любовь по-прежнему продолжается. Нежные, теплые вздохи ее любящей груди по-прежнему поднимаются к нему навстречу с лесистых гор и долин. И люди называют их туманами. И огромное небо, горюя долгими ночами о своей разлуке, с любимой роняет частые слезы на ее грудь. А люди, видя их, называют их каплями росы. Вот так вот дикари умели, в кавычках, конечно, мыслить. Ну и, конечно, в определенном смысле то же самое. О том же самом идет речь, когда мы говорим о церкви, о невесте Агнца, да, и о браке, мистическом браке между Христом и церковью, как земным началом или земным аналогом небесного мира. Вообще говоря, вот именно так, наверное, все культуры, если расчищать мифологические наслоения, то выяснится, что именно так все культуры представляли себе возникновение человека и его разума. слиянием небесного и земного, горнего и дольнего, пастушьего мира и мира землепарства. Смотрите, что происходит в высшей степени странное. Бог четко совершенно говорит, аз в РФ, будешь теперь изгнанником и скитальцем по земле, перекати поле, заканчивается история следующим. Ну, как бы понятно, что если он сейчас скажет, каждый может убить Каина, то он как бы повторит практически то же самое деяние, что и Каин только что сделал. И посему он отказывается от этой мысли и сделал знамение, чтобы никто не мог убить Каина. Кстати, это никто уже говорит очень о многом, потому что, несмотря на то, что вроде как это первые дети Адама и Евы, все-таки текст подразумевает, что на земле есть всякий разный другой народ, который может убить Каина. И тут есть свои, в общем, любопытные параллели, потому что вот в той же Полинезии, откуда я вам читал вот эти замечательные строки, у них тоже есть легенды о происхождении развития человечества, и они пишут, что была тьма с первого деления до десятого, до сотого, до тысячного. В течение огромного промежутка времени была тьма. И эти промежутки времени считались существами, и каждый получил свое имя. Нельзя исключить, что патриархи Ветхого Завета и Колена Иаковлевы это тоже не буквальное описание родов, а имена вот этих коллективные имена больших народных образований, которые жили во тьме, то есть о которых не осталось более подробных исторических свидетельств, но каждая получила имя в предании полинезийца. Однако, смотрите, мы сейчас с вами обсуждаем метафору, некоторый метафорический смысл книги бытия, священного писания. Но тогда дальше тут возникает еще одна сложность. Смотрите, вместо того, чтобы стать скитальцем на земле, Каин делает что? Ну, сначала до того, как... Нифига, не сразу строю, а сначала он что делает? Жену находит. Жену находит. И потом они делают ребенка, и ребенок этот фактически город. То есть город получает имя ребенка, или, не совсем ясно в тексте, или город есть ребенок. Если это метафора, то кто такая жена Каина? Ведь только она фактически останавливает проклятие Божье, то есть его возможность скитания по земле. Чем? Ну, тем, что они вместе строят город. Ну, не ребенок, даже если он родился, построил город, правда? Тогда это тоже метафора. Что же это за метафора такая? Ну, я, да? Да, вот, видите, на мой взгляд, именно в образе Библии, именно в образе жены Каина мы первый раз сталкиваемся с понятием Софии мудрости. Хотя текст книги «Бытия» так ее не называют. Однако, для меня иначе абсолютно непонятно, почему. Ну, вот, вот возможности убийства Бог его спасает. Да? А вот почему Каин, вопреки Божьей воле, становится не скитальцем, а строителем города, понять невозможно. И становится это возможным только благодаря его браку и рождению ребенка. Вот почему я вспоминаю об этом. Это, в общем, достаточно традиционная история. Поскольку, ну, это очень, конечно, большая натяжка, но поскольку где-то в то же время, когда оформлялись из устных преданий книги Библии, совсем неподалеку, на Средиземном море было свое представление о жене мудрости. И такой женой мудростью, вне всякого сомнения, это никаких сомнений не вызывает, была Афина Паллада. Смотрите, Нифа Баффине Палладе чрезвычайно интересен, потому что, помните, откуда родилась Афина? Я хочу сказать, что да, у меня есть впечатление, да, 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 что Каин женился на Афине. Как бы, откуда она родилась, кто помнит? Из головы Зевса. Он раскололся. Да, и сразу же, прямо в полном боевом вооружении, это точно, да. Как бы, и поэтому, так как она родилась из головы, да, ни у каких мифологов нет сомнений, что она была воплощением Зевсовой мудрости. Если хотите, в этом смысле, в смысле ума и в смысле мудрости и знания именно она воплощала эти особенности верховного бога Олимпа. В некотором смысле то, что вышло из головы, мало отличается, правда, от самого носителя головы. И поэтому это как бы в некотором роде ипостась Зевса. Ну, вне всякого сомнения, как вы знаете, Афина Паллада по умолчанию девственница. Она никогда не вступает в мифах брак, никогда не снисходит до земных мужей. В общем, ничего подобного с ней не происходит. Но вместе с тем, вот откуда берется моя мысль. Дело в том, что она, вы тоже все это знаете из школьной истории, просто у нас не принято, не очень принято составлять вместе два и два. Дело в том, что у Афины был титул матери. Да, она одновременно является матерью. Вспомните, чего матерью она является? А? Город Афин. Не только Афин, она является матерью городов римских. многих. Афины просто носят ее имя. Вот. Бегущая ложа, многодоровитая матерь городов и художеств. Именует ее орфический гимн. Она есть мать в силу своей творческой плодовитости, а также потому, что она домохозяйка. В смысле домохозяйка античных городов. Градо держится был у нее и был ее классический титул. Есть странный миф, я не буду сейчас долгий пересказывать об ее странных таких полуродительских отношениях к герою Рихтею, который собственно был основателем Афин. И сейчас бы сказали документально зафиксировано ее материнство по отношению к Афинам. Гомер матерью городов Деву Афину зовут, хоть она не рожала. Ну, конечно, будучи матерью городов, она по-матерински заступается за грехи жителей этих городов перед Зевсом. и что еще она делает? Она делает замечательные вещи, которые потом дословно вошли в перевод, вошли в текст Нового Завета. Она покрывает их покровом из своих рук. с вами тоже это уже. Ну, в общем, эту тему можно очень долго продолжать, но в 15-й песне Ильиады есть замечательное место, которое, между прочим, помогает понять, что такое мудрость вообще. Но как снур выравнивает корабельное древо в руках разумного зодчего, который хорошо знает всяческую мудрость наставлениями Афины, так равными были их битва и война. зодчий и мудрый плотник, чем они, в чем главная особенность их знания? Отделяет нужного от ненужного. А наверное я бы назвал это умеренностью. Мудрость зодчего в том, чтобы уловить божественную мудрость в организации города и не наляпать чего-нибудь лишнего. Почему я называю эти мысли и размышления глубоко юридическими? Кто знает? Что произошло с мыслями о Софии уже в новозаветные времена? Ну, это же не секретно. Стала ипостаси Христа. Она стала считаться одной из ипостасей Христа. Где-то в промежутке, как всегда, находился очень осторожный еретик оригин. «Если возможно помыслить бестелесное бытие многообразных мыслей, объемлющее логосы мирового целого, но при том одушевленное и как бы живое, то мы познаем, что стоящее превыше всякой твари премудрость Божия справедливо говорит о себе Бог создал меня началом путей своих». Конечно же, апостол Павел во втором послании Коринфянам прямо называет Иисуса Христа Божьей силой и Божьей премудростью, использует при этом греческое слово «софия», Божья премудрость. И поэтому с одной стороны это вот понятие премудрости удалилось в понятие Бога Логоса удалилось в образ Христа, а с другой стороны это понятие премудрости куда делось. Ну, где Христос, там и Дева Мария, конечно, несомненно, и поэтому некоторые женские аспекты премудрости, ее подчеркнутая женственность и подчеркнутая девственность естественно стали атрибутами Девы Марии. А никого еще? Обещанного утешителя, да, то есть Святого Духа. Таким образом это понятие многократно встречающаяся, слово София, многократно встречающаяся в Новом Завете, как атрибут и Святого Духа, и Логоса Христа, и особенно частого апостола Павла, и Девы Марии постепенно исчезли. до тех пор, пока его не возродила русская софиология, о ней отдельный очень сложный разговор, я думаю, что я не буду вас очень туда уводить, по причине того, что, собственно говоря, для Соловьева в конечном итоге слово София изначило вот то самое изначальное неразделимое и непознаваемое единство, которое в силах почувствовать человек. И сразу возникло очень много сложностей, именно связанных с ипостасностью. То есть все так или иначе догматические споры, они сводились к тому, что софиологи путают сущность, некую сущность и ипостаси Спасителя и Девы Марии. Однако вот в чем наша с вами огромная сложность, правда? Христианство на Русь пришло как принципиально софиологическое явление. Древнее понятие София из ветхозаметных времен вмещает в себя как раз все то, что человек про Бога может постичь, преобразовать в слова или понятия. В строгом смысле этого слова мудрость, которую посылает людям Афина, Платон и считал тем самым миром идей. Потому что, хотя самую суть идей, то есть первосодержания человек постичь не может, но тем не менее это идеи, они умопостигаемы в образах, словах и метафорах. Точно так же, как мы можем можем постичь, например, разумом тот самый категорический императив Канта. Кант прямо так никогда не говорит, он говорил, что в общем, я так уж простите, имею право упрощать Канта до предела, но в общем он говорил, что давайте будем говорить о категорическом императиве, о нравственном императиве, который человек может постичь. Афиг ли нам говорить о том, что мы постичь все равно не можем? Вот мы это постигаем и стало быть, оно действует в нас. Я хочу сказать, что категорический императив Канта во времена античности и Ветхого Завета носил личное имя. Его звали Софии. Я хочу сказать, что то, что мы сегодня называем интуицией, это ведь мир постижимого, правда? Святой Дух имеет непосредственное отношение к такому понятию, как благодать, которая возникает в душе верующего. православные описывают его как любовь, как воплощение любви. Отца к сыну и сына к отцу. Смотрите, обратите внимание, речь идет о чувствах. благодать можно описывать самыми разными словами, поскольку это чувство, которое может описать только поэт. Вспышка света, чувство поддержки. Никто, по-моему, даже не пытался описывать благодать как некоторый, ну, скажем так, информационный поток, разделенный на какие-то блоки информации, имеющий какую-то образную структуру или что-то еще. Это чувство. Когда Юнг имеет в виду архетипы коллективного бессознательного или все свое коллективное бессознательное, он имеет в виду то, что древние называли Софией. Он просто по-другому это именует. И помните, я говорил, это вот эта черта, проведенная по краю бездны, которая в общем, в общем постижима. И которая помогает Авелю создавать свое продолжение, это величайшее творение человеческое и строить город. Ой, извините, и помогает Каину, конечно. И помогает Каину создавать свое продолжение и строить город. Потому что ровно в том-то вся и проблема. Без нее он продолжает скитаться по земле. выполняет проклятие своих родителей Адама и Евы. А то, что он встречает жену свою, позволяет ему остановиться и укрепиться, построить священный город. человеком. Дело в том, что и по мнению Мирнадского, и по мнению Юнга, мы об этом просто часто забываем, и коллективное, и бессознательное, и ноосфера тем более, есть нечто создаваемое человеком. разум человека это создает, и в атмосферу этого он же, и в этой же атмосфере, которую он создал, он остается через многие поколения по-прежнему погружен. конечно, когда мы говорим об этом знании, о Софии Премудрости, мы говорим именно о познаваемой грани непознаваемого трансцендентного источника, о том, что может человек в этом имманентном мире уловить как антенна и знание, которое создано не им, именно того знания, которое было необходимо, необходимо, правда, на даму, как мы говорили в начале лекции, чтобы выжить. Эта точка зрения, этот взгляд, он, в общем-то, более всего зависит от личного восприятия, но в конечном итоге дихотомия проходит именно здесь. очень многое в человеческом отношении вот к этому загадочному процессу жизни зависит от того, с какой точки зрения он смотрит. Да, вот он смотрит с точки зрения того, что разум в конечном итоге созидает сам себя, или он рассматривает разум как своего рода вихрь на водоворот, на пути неведомого потока. для меня все то, что относится ко второму взгляду на вещи, вот это само чувство того, что разум не в состоянии созидаться сам из себя, он слишком хлипок для этого. И как только он начинает считать, что он создал сам себя, он становится безумным этот разум. Поскольку это главная черта безумия, он начинает претендовать на власть на власть над вселенной. Если у него есть ощущение, что не он сам в себе является своим источником, то вот того самого чувства, которое христиане называют гордыней, возникнуть как бы принципиально не может. да. Что такое ну, например, та самая верующая книжность, которую в конечном итоге создавал Ярослав Премудрый. в общем, я уже не помню, мы, по-моему, вспоминали об этом, но до наверное конца 18 века автор, стоящий на обложке книги, вообще был немыслимом. Даже еще во времена Новикова на обложке было одно название, авторов упоминали крайне редко. А что касается книг 17 века, рукописей века 16, то ни о каких авторах речи вообще не шло. автором был Бог. И я все время повторяю, что именно с этим, например, связана во всяком случае русская традиция авторских псевдонимов. София принципиально девственница. Это что значит? что надо вести себя хорошо. А что такое вести себя хорошо? Как не изнасиловать бедолагу Софию? Видите, как надо в тишине понимать? Ну, мы на самом деле только что это сказали. Ее можно просить о чем-то, но нельзя претендовать на власть над ней. То есть невозможно сказать дай мне роман, поскольку слова дай мне к девственнице принципиально не обратим. да, а такие хорошие слова. Как бы, но вы зря смеетесь, поскольку в действительности это же метафора, но метафора очень мощная. Правда? От нее нельзя потребовать близости. Нельзя сказать, ну вот ты мне один раз дала, теперь давай второй. как бы она не может никому принадлежать, как известно из Нового Завета, кроме Бога. Правда? Ее нельзя заставить что-то сделать, нельзя говоря о своем творении и создании честно, нельзя ее не упомянуть. Поэтому, в общем, так много авторов в этом смысле честны. Да, не я это написал, а что-то водило моим пером. Чего еще требует девственница от своих партнеров? Почему они столько времени остаются девственницами? цену набивают. Цену набивают, совершенно точно. Им хочется внимания, и они капризные, правда? Это точно же, наверное, да? Вот, и поэтому их любовь дается большими мужскими усилиями, поскольку они сами вот этой вот любви отдавать не хотят. По-разному, я сейчас не о людях, поэтому не будем говорить по каким причинам. И это, в общем, что еще? Что готовы? Что вызывают девственницы у мужчин? Мужчины не знают. Я знаю. Это я знаю. Страдания, боль, мучения больше, чем восхищение. Вот. 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 Злость, ярость. Как бы, обратите внимание, если вот мы, если мы будем говорить метафорически, правда, то выяснится, что это свойство творческого человека, который пытается пробиться, ну, давайте будем говорить к своей музе. Вот. Понять, если опираться на цитату кинематографиста, чтобы ему подсказали, какова же первая сцена. И он будет в попытках добиться взаимности делать то же самое. Страдать, злиться, не спать ночами. Правда? Мучиться. У него будет все болеть. Физически вполне. В том числе от бессонницы. В общем, любой человек, пишущий, вам скажет о фразе или музыкальном созвучии, примерно как о девственнице. Он скажет, что именно так, что она капризна, что она не хочет даваться в руки, что она манит. и... да. Ну, просто, ну, вы уж меня не увлекаетесь буквализмом, потому что, конечно, я имею в виду метафору, но тем не менее, если вы подумаете о мудрости девственницы как о метафоре, то вы увидите, что метафора эта удивительно точна, и недаром она существует тысячелетия, правда, десятки тысячелетий, наверное, родилась вместе с человечеством, вместе с Каином же, мы сказали, первое поколение, первое поколение один. В старости детстве написано с ума. Чего еще? А что, как можно, как возможно получение такого знания? Что же? Есть проблема, видите? Видите, есть проблема, все на самом деле описано же в Библии. Еще раз ту же самую цитату. И была радость ее всегда, всякий день, веселясь перед лицом его все время. У нашей девственности безумие от старости не наступает. нет, нет, во всяком случае, так утверждал мудрейший из царей Соломон. Точка. И, кстати, говоря, помните, нет, наверное, ведь не помните и этого тоже. Это не я не стыжу вас. просто такой текст прекрасный. С чего начинается книга притчи Соломонова. Притчи Соломона, сына Давидова, царя Израильского. Чтобы познать мудрость и наставление, понять изречение разума, усвоить правила благоразумия, правосудия, суда и правоты. Простым дать смышленность, а юноше знание и рассудительность. Послушает мудрый и умножит познания, и разумный найдет мудрые советы. Чтобы разуметь притчу и замысловатую речь, слова мудреца и загадки их. Начало мудрости страх Господень, доброе разумение у всех водящихся им, а благоговение к Богу начало всякого разумения. Глупцы лишь презирают мудрость и наставление. Слушай, сын мой, наставление отца твоего и не отвергай завета матери твоей, потому что это прекрасный венок для головы твоей и украшения для шеи твоей. Сын мой, если будут склонять тебя глупцей, не соглашайся. Если будут говорить, иди с нами, сделаем засаду для убийства, подстережем непорочного без вины, живых проглотим их, как преисподня, и целых, как нисходящих могилу. Наберем всякого драгоценного имущества, наполним домы нашей добычею. Жеребий твой ты будешь бросать вместе с нами, склад один будет у всех у нас. Сын мой, не ходи в путь с ними, удержи ногу свою от стези их, потому что ноги их бегут ко злу и спешат на пролитие крови. В глазах всех птиц напрасно расставляется сеть, а делают засаду для их крови и подстерегают их души. Таковы пути всякого, кто алчит чужого добра, оно отнимает жизнь у завладевшего им. Премудрость возглашает на улицах, на площадях возвышает голос свой, в главных местах собраний преповедует при входах в городские ворота говорит речь свою. Речь, речь, дальше следует 22 стих, речь премудрости. Доколе невежды будете любить невежество, доколе будете услаждаться буйством, доколе глупцы будут ненавидеть знания, обратитесь к моему обличению, вот я и залью на вас дух мой и возвещу вам слова мои. Я звала, и вы не послушали, я простирала руку, но не было внимающего, но не было внимающего, и вы отвергли все мои советы и обличений моих не приняли. Я почти всю первую главу начал, вы сами вполне можете это сделать. Везде и повсюду, мы с вами говорили об этом, везде и повсюду, на главной площади города, у городских ворот можно услышать, если прислушаться ее голос. Он всегда это возвещает и позволяет отделить невежд от знающих. Не ходи, сын мой, с невеждами, уговаривает царь Соломон. И в общем, ведь это действительно так, правда? Мы же за исключением тех периодов, когда мы безумно увлечены собственным разумом, этот вот голос, который голос совести в действительности, мы же его всегда слышим, правда? Нас иногда сносит к этой вот жене нехорошей из девятой головы, но потом мы все равно возвращаемся, иначе же человек не может выжить. Что еще нужно ученому для того, чтобы сделать правда великое открытие с помощью премудрости? Пришло озарение, что нужно? О себе забыть. Любить кого? Бога. Девственницу, премудрость, ее любить, а не свою выгоду, свой, как это называется, трифовый интерес. Как бы, что нужно, чтобы добиться любви девственницы? Ну, в первую очередь, страстная любовь к ней, потому что если молодой человек будет любить одну девственницу, вторую, третью, четвертую, всех одновременно, то, в общем, скорее всего, ничего такого и не добьется, поскольку, на самом деле, будет искать не любви, а где попроще, правда? Поэтому забывание о себе в любви к знанию, что нужно еще. Это же вот вещи, которые, я не знаю, на мой взгляд, они совершенно очевидны, ведь именно так и пишутся великие книги, делаются великие открытия. Ну, забывает обо всем человек, кроме этого своего романа с премудростью, правда? по Николаю Тесла, очень модно говорить в последнее время в связи со всем этим, да? Ну, правда, до сих пор же, в общем, никто внятно не может ответить на вопрос, что такое электричество. Вот, электричество, это электричество. А он смог, ну да, а что? Там плазма, не плазма, там начинается состояние вещества, никто не может определить до конца, что такое или что у нас течет по проводам. А вот кто направляет? Нахрена? В общем, непонятно, как сила вселенская. Человек направляет потенциалом. Зачем нужно это течение? Зачем нужны эти направленные потоки электронов? Как бы Кесла смог это полюбить и научился этим управлять. Как это ни удивительно и ни странно. Для этого, конечно, нужно было стать безумцем в мире всем. Правда? для того, чтобы полюбить эту загадочную материю под названием электричество. И он, в общем, для многих и выглядел именно так. Это на самом деле бескорыстное чрезвычайное усилие. «Нельзя сделать великое открытие ради того, чтобы стать великим ученым. его можно сделать только из любви к науке». И в этой фразе она всего лишь наука, всего лишь одно из именований Софии. Ну, да, мы именуем сегодня наукой примерно на самом деле люди далекие от, скажем, философской антологии, которая определяет науку как некий способ познания. Мы же этого не знаем, поэтому для нас в современном мире слово «наука» во многом приобрело значение слова «премудрость» или «мудрость». Разве нет? Ну, как бы мы очень часто там любим рассуждать это научно, а это ненаучно. Я сейчас не про суть как бы некой мысленной операции, которую производит наука, я про наше благоговейное отношение к ней. И на самом деле мы действительно почему я заговариваю об этом, почему позволяю себе это вспоминать, потому что мы живем в такое время, когда нам всем не мешало бы это понять, да, вот эту близость между понятием Софии и премудрости и стремлением к научному прорыву, потому что какое еще есть свойство этой премудрости премудрости премудрости